Хочу сегодня почувствовать себя волшебником. Здравствуйте, меня зовут Дарья, 28 лет. Сегодня будем творить такую красоту. Два почти года отсделала, написала на УДО. Вы что сделали с девчонкой, а? И у меня получилось так, что когда мои родители сюда ехали, они разбились на машине. Никто не помогал. Типа сидевший не человек. Третий раз вообще не охот сидеть. Сегодня было одно маленькое чудо с одним маленьким человеком. Сегодня такое настроение. Хочется кого-то сделать счастливым. 8 марта. Конечно, поздравим сначала жен, мап, сестер и коллег. А потом сделаем маленькое чудо. Сегодня мы запланировали грандиознейшее мероприятие. Мы превратим одну маленькую, простую, я бы даже сказал, где-то забитую девочку, принцессу. Это будет невероятный день одного человека, поэтому досмотрите это видео до конца. И поверьте, что чудеса в жизни бывают. Кстати, вот она идет. Пойдемте ее встречать. Дарья это. Здравствуйте. Кстати, меня зовут Дарья, 28 лет. Дарья! Блин, ну мы и авантюру затеяли. С Дарьей я еще не знаком. Привет. Здравствуйте. Я тебя, по-моему, где-то визил. В приюте. Ну что, как у тебя сейчас настроение? Нормально, чуть-чуть волнуюсь. Сегодня 8 марта, и нам надо с тобой его провести необычно, чтобы ты запомнила этот день на всю жизнь. Я надеюсь, в хорошем смысле слова. Ольга Петровна, здрасте. Теперь нам нужно сделать вот из этого маленького человечка красавицу. Смотрите, Анна, ты что дрожишь, Дарья? Дарья, как вас зовут? Дарья. Дарья, меня зовут Ольга Петровна. Приятно познакомиться. Все, давайте раздеваемся. Да, было для времена, я на улице находилась. Ну, конечно, прохладно, когда вот ходишь. Жизнь такова. Вот. Кладите ноги сюда. И скажите мне, пожалуйста, что вам в вашем лице не нравится? Ну, так-то нормально все. У нас в основном вот эти вот места и вот лоб, и ночь. То есть получается, что вам хочется быть похожей на тех этих инстаграмных звездочек, которые вы смотрите? Да. Ну, у меня есть вот как-то типа Билли Айлиш. Билли Айлиш? Да, она. Ну, она певица, ну, у нее прям красивая она девочка. То есть вы хотите быть похожей на нее? Кристина, найди мне Билли Айлиш, будем делать из Дарьи Билли Айлиш теперь. Ну. О, хорошо, тогда я свою задачу поняла. Мои игрушки. Моя панда. Какой хороший. Ну, в основном я любительница этих зайцев. Совершенно другой человек, а? Да, я сменилась резко прям. Да, час работы. Ты смотрела на себя в зеркало? Я совершенно себя не узнаю. Вообще красиво так стало все. Так еще ничего не сделали. Спасибо огромное. Я обнимала. Она уже такая сказала, мне спасибо. А, я обещаю, да? Смотрите. Такая сразу, как в зеркало хочется смотреться, да? Да. Ну что, ты готова ехать дальше? Да. Поехали. Так, мы приехали на вторую локацию. Салон красоты номер 1 Колсу Кузнецовой. Жалко, Алсушки нету. Она, кстати, в Москве открывает новый салон красоты. Дарья, ты готова? Да. Пошли. Пошли, девчонка. Сейчас мы из тебя будем делать принцессу. Здравствуйте. Алсу нету, да? Алсу нет, я вместо нее. О, да? Очень приятно. Услан. Дарья, встань сюда. Я сейчас тебе шлепну фоточку. Вот это вот зачет. Ты похожа на ангела. Уже? Ага. Пошли. Кстати, Кузнецова делает классные пижамы. Я девчонкам своим взял. Они их не снимают. Поправьте мне бровки, глазки. Дарья, ты смотришь на меня. Шучок. Садись. Что мы будем делать? Скажите, пожалуйста. Волосы. Мы сделаем красивую прическу. Пострижем. Класс. Перекрасим. Этот шикарный фиолетовый цвет мы исправим. Я, правда, не знаю, на какую сейчас Лиля посмотрит. Я еще не ходила к мальчишке. Сделала себе ногти. Ну, из-за чего у меня ситуация-то? Я вообще здесь оказалась, потому что я освободилась. Когда я сюда обратилась за помощью и уже здесь третий год нахожусь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, господи, как красиво! Поздравляем! С новым образом! Спасибо! Я сразу на свою маму стала похожа. Ой, боже! Спасибо вам огромное! Будь счастлива, дорогая! Спасибо! У меня получилось так, что когда мои родители сюда ехали, они разбились на машине. Мне было 21 год. Я просто была потеряна, я не знала, что делать. Не было поддержки ни от кого. Хоть и сестры есть, и родные есть, никто не помогал. Алсо, спасибо большое, дорогая. Мы тем временем бежим в бутик какой-то брендовой одежды и приоденем далее. Побежали! Я в своей жизни столько даже женой не занимался. Пошлите! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, за сегодняшний день мы в общей сложности потратим где-то 300 тысяч рублей. Вот эти вот все превращения Золуши в принцесс стоят именно такой суммы. Я сейчас не хочу услышать ваши комментарии относительно, могли бы дать эти деньги ей в руки, либо еще как-то. Сейчас без комментариев, ребята. Вот прям абсолютно без комментариев. Порадуйтесь за эту девчонку. Мы сделали еще одного счастливого человека. Слушайте, я не устану поражаться вот этим барракольщиком, ну, точнее, изготовителем вот этих вот вещей всех, да? Вот этот кусок тряпки, ну, я извинюсь, конечно, да, стоит 40, ну, там больше 40. Как, блядь, это может стоить больше 40, мне скажите? Это откуда здесь, какая себестоимость? Это же просто кусок красной тряпки. Наш большой друг Тимирхан, это компания Алга, хочет подарить тебе вот такой вот костюм спортивный, оверсайз. Это вот прям у них сделано под кинзо, по-моему, да? Смотрите, а? Слушай, ну ты будешь... Круто! Ты будешь вообще самый крутой, ты теперь будешь мажоркой такой, а? Спасибо! Тимирхан, тебе спасибо, что тоже вот этот проект решил поддержать. Я его причем не просил, он сам говорит, слушай, я ему когда-то сел, рассказывал, вот будет такой проект. Он говорит, можно я тоже поддержу девчонку? Блин, вообще нереально, просто нереально. Вообще супер, спасибо огромное. Кидай сюда, и теперь мы тогда дадим Тимирхану. Как выясняется, делать добрые дела и вот такие приятные сюрпризики – невероятное удовольствие. Мне кажется, я счастлив больше, чем Дарья. А? Девчонка, ну все, собираемся, нам надо ехать дальше. У нас большой сегодня мега-день. Я только-только начала привыкать. Начинает кто-то потыкать, фу, ты-то сидевшая. А типа сидевший не человек. Поехали со мной на машине. Ты когда-нибудь ездила на гильномагине? Нет. Я тебя еще прокачу. Дарья, у тебя есть инстаграм? Я скачала, установила его. Ну, еще не пользуешься? Ну, пока нет. Какой у тебя аккаунт? Аккаунт? Ты даже не знаешь, какой у тебя инстаграм. Ну ладно, мы вот здесь поставим инстаграм Дарья. Слушай, расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в привыче человека? В привыче человека я оказалась после освобождения. То есть ты сидела на зоне? Я в колонне-поселении сидела. А за что? В 111-е. А что это такое? Избиение человека. Ты кого избил? Ну, у нас был случай, то что оскорбили моих родителей. Ты выпишешь его? Нет, я не употребляю алкоголь. Ты вообще не пьешь? Нет, у меня аллергия на алкоголь. До того, как попасть в места лишения свободы, ты где жила? Здесь, в Казани, на Амерхану жила. Ну, где ты что, снимала? Нет, у нас здесь своя квартира. После смерти родителей, считай, нам досталась. А как ты оказалась тогда в привыче человека, там, где живут люди, без места жительства? После освобождения, когда вышла, мне сказали, ты нам больше здесь не нужна. Меня даже выписали временно, когда сидела. Мы тебя сказали назад, прописывать не будем. Кто сказал? Сестра старшая. Родная? Да, она просто родная. Мы тебя прописывать не будем. Ну? Потому что нам судимые дома не нужны, мне просто они поменялись. Ну, прописывать не будут, ну, а что они домой тебя не пустили? Пускают они. Почему? Потому что я судимая, и за это у них, вот, не говорят, это причина. Потому что ты судимая. А ты пробовал там обращаться к юристам? Ну, я обратилась у нас здесь в приюте, он сказал, что тебе надо предоставить что-то там прописано. А у меня там нет, у меня сейчас, в данный момент у меня нет прописки. Ты живешь в приюте, фактически, да? Как вообще жизнь в приюте? Ну, лучше, чем на улице. А ты на улице даже жила? Два месяца. И где-то жила? Ну, а здесь вот по скверам гуляла, то, что иногда к подружкам ездила, чтобы помыться, переодеться. Ну, физически где ты спала ночью? В сквере на лавке, что ли? На лавочках отдыхала. Даже летом, наверное, на лавочке холодно, да? Ну, холодно, я болела часто. Какие у тебя планы дальнейшие, скажи, пожалуйста? Я хочу восстановить права и дочку забрать. У тебя еще дочка есть? Дочь. А с кем она сейчас? Со средней сестрой у нас. Это, которая тебя не пускает? Нет, это старшая. А средняя живет где там же? Она здесь на Шамиле Усманова живет. Я в выходные, я вижу с дочерью. А она стала опекуншей в тот момент, когда... Когда меня закрывали. То есть, когда тебя посадили, да? Надо что-то делать. Ну, я стараюсь, пытаюсь как-то добиться, чтобы мне восстановили права родительские. А тебя лишили родительских прав? Временно ограничено. Ну, хорошо, восстановишь ты права родительские. А куда ты ребенка поведешь жить? В свою квартиру, надеюсь. То, что сестра разумится, то, что вы пустите, что меня с ребенком, она что-то явно-то пустит. Я так думаю. Но это ваша общая квартира? Это получается вообще... Нет, это лично... Мама переписала на меня эту квартиру. Потому что у них у всех есть свои квартиры где-то. Ну, с кем они жили, со своими мужьями, у них свои квартиры есть. Ну, а как она может не пускать тебя в твою же классе его? Ну, она сказала тебе здесь... Она чисто прямиком сказала, тебе здесь делать нечего. То есть, ты хочешь сказать, что в свидетельстве о регистрации права собственности записана ты как собственница? Да. Тогда ты можешь полностью прийти и жить в этой квартире. Какие там... Нет никаких проблем? Ну, просто я один раз тоже пришла, я меня... Просто ее муж меня избил. Я лежала в больнице. Слушай, ну, для этого же есть какая-то милиция, да? Я обращалась, говорят, предоставить все документы. А все документы у меня дома. Ну, дома. А я домой сейчас попасть не могу. Они тебя не пускают? Ну, не хотят они пускать меня. Я и вообще не знаю, что дальше делать. Если бы, ну, реально не вот этот приют, я бы вообще, наверное, на улице осталась. Ладно, мы попробуем разобраться с твоими документами, посмотреть в палате. Ты знаешь, сейчас куда мы едем? Мы едем в компанию Teamsoft. Эти ребята занимаются профессионально консалтингами, профессионально качают бизнес, занимаются бизнес-тренингами. В том числе и мою команду качают. Я попросил Гузелю Хисмантулину, чтобы она подала кого-то из своих ребят, чтобы они пообщались с Дарьей и попробовали сделать чуть шире ее сознание. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну что, как здесь? Красивая. Красивая, да? Даша утром была вот такая девочка. Ты разговаривать можешь? Отлично. А ты бываешь? Да, завтра. А что мне на музыке обижается? Можно иногда поплакать, иногда чему-нибудь побить. Леха, пошли. Ну, тоже. Сейчас нужно выйти. Разговоры личными должны остаться. Ну, есть такое прорыва у психологов между психологом, ну, то есть специалистом, или врачом там, и пациентом будет посетить. Строг. Ну, вообще у них будет откровенный разговор. Он будет длиться, кстати, часа полтора. Время сейчас у нас половина пятого. День еще не закончен. Отсюда мы поедем. Еще одно интересное место. Спасибо, что вы находитесь с нами. А у нас есть печальная пауза. Поехали, шот мой пахнет. Так жазерно. Вообще. Ну, у нас произошла драка. 111, часть вторая. Мне дали 2,6. Я два почти года отсидела. Написала на УДО. Меня по УДО не пропустили. Я потом написала на ЭТР. Я справительные трудовые работы. Устроилась тоже так же в организацию. Там не заплатили вот эти деньги, которые я должна отчислять. 11,5% государства. И вот меня закрыли потом на 2 месяца 16 дней. Наша вишенка на торте. Дарья после психолога приехала сюда в ресторан. Точнее, мы ее привезли. Здесь будет романтик у нее с молодым человеком. Дарья переживает, что молодой человек не приедет. Я переживаю, если молодой человек не приедет, мы Дарью не бросим. И нам с Лехой и Михой придется с Дарьей сидеть ужинать. А у нас сегодня, ну у меня, по крайней мере, у братишки день рождения. Ладно, пока еще ничего не произошло, но как бы мысли скачут. Сейчас мы в Ромейне. Здесь ребята накрывают для них большую-большую праздничную поляну. Ну, скажем так. Ты дрожишь? Дарья. Я волнуюсь. Ну, у меня прям вот эмоции. Я прям чувствую то, что я резко изменилась. У меня прям... Совершенно другое стало. Более женственное, что ли. Ну, я никогда в жизни не подумала, что мне платье подойдет. То есть новый этап в моей жизни начался. В парикмахерской мне очень понравилось, когда меня повернули к зеркалу, и я увидела то, что... Вообще... Ну, у меня сегодня прям вообще чудо. Эта машина, как я не знаю правильно выразиться, как она правильно называется? Гелен. Гелен. Ну, да, пусть будет Гелен. Я бы никогда не думала в жизни, что я покатаюсь на такой машине. Вы, кстати, посматриваете. Сейчас придет молодой человек Дарья. Для него будет... Ну, с страшным сюрпризом вот это все, да? Дарья, пошли. Пошли. Все, пошли. Победем. Пошли. Пошли. А? Я, как обычно, напишу, старфил. Ха-ха-ха-ха. Ой. Так, мы же еще забыли подарить букет цветов. Ребята салона Ботаника решили сделать вот такой вот подгончик. Дарья и Александр. Ну, что ж. Если такой подгон, то он должен быть все... Дарья, тут же еще вам подарили вот этот вот букет цветов. Ребята салон красоты. Ой. Салон цветов. Ботаника. Чудеса должны случаться, правда? Сегодня было одно маленькое чудо с одним маленьким человеком. Но, когда вы это все посмотрели, увидели, прожили день вместе с нами, я думаю, что чудо стало гораздо большим. Пусть это будет каким-нибудь примером, может быть, просто позитивным видео, от которого вы кайфанули, и у вас еще больше появилось праздничное настроение. Одиноких людей не должно быть в этой жизни. Я в этом более чем уверен. Поэтому посмотрите по сторонам, подумайте, чем вы можете быть им повязаны. Спасибо, что были с нами весь этот день. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok